В ближайшую субботу, 3 августа, в парке Дворца Харитоновых Расторгуевых в Екатеринбурге пройдет мероприятие Ярмарка Фест. Это правоприемник ярмарки дефицита. Синоптики, правда, говорят, что могут ожидать дожди, но это мероприятие пройдет при любой погоде. Что нас ждет в Харитонском саду, нам сейчас расскажет одна из участниц Ярмарки Фест. Зовут ее Ульяна Галимова и она дизайнер одежды. Ульяна, доброе утро. Доброе утро. Что такое одежда-трансформер? Зачем? Для экономии гардеробий. Надо сказать, что Ульяна делает одежду-трансформер для наших телезрителей, которые не знают. Что же это такое? Вообще, да, с помощью одежды-трансформер вы можете сэкономить место в шкафу, но также одежда-трансформер предназначена для того, чтобы каждый мог самовыразиться, чтобы подстроиться под настроение именно человека. То есть одежда-трансформер каждый день для вас – это эксперимент. Я вот помню, брюки превращаются в элегантные шорты. Это вот оно? Да. Ну, примерно, да. Но да, в современной одежде можно экспериментировать также просто достаточно с драпировкой, например. Ага. Для наших телезрителей, как бы сейчас подскажу, что я подготовилась немножечко к этому моменту, к встрече с Ульяной, и на мне как раз кардиган, да, из вашей коллекции, я правильно так понимаю? Да. Ну, начнем с платья. Зачем у нас платье здесь? Платье – это графичное платье, оно тоже из нашей новой коллекции. Его также можно носить по-разному. Я могу показать. Например, здесь идут очень интересные вот эти шлейфы. Хорошо, что телезрители наши как раз видят. Да. Я понимаю, это самые шлейфы. Их можно носить по-разному. Можно носить в спокойном состоянии. Как юбочку? Да, они немного разлетаются. Также их можно завязывать, например. То есть, те, кто любят перекрут, им понравится этот вариант. То есть, носить вот так. То есть, какие-то детали, получается, соединяются вместе? Да, 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 да. Вот шлейфы, платье вместе соединили, что-то. Да. А еще очень интересный вариант – это когда шлейфы можно закрепить за спиной, и получается вот такая очень интересная нежная накидка. Вот. Слушайте, ну мне нравится, когда есть такая возможность меняться. Ты вроде бы в одном платье, но всю неделю ходишь разное. Да. Ну здорово же. Ну здорово. Также у нас есть кардиган-трансформер. Так, кардиган тоже можно во что-то другое превратить, да? Его также можно надеть по-разному. У него около 10 видов ношения. А его надеть по-разному можно? То есть, не то, что здесь что-то снимается, меняется? Да, да, да. Его можно по-разному надеть. Очень интересный воротник у него идет. То есть, можно носить в расправленном состоянии, можно его перекручивать, например, вот так. То есть, уже по-другому будет смотреться, подчеркивается вот эта деталь. И также у него есть вот такие интересные прорези. Ой, правда есть. Это по сути, да, и с этой стороны тоже. Это по сути застежка этого кардигана. То есть, его можно носить вот так. То есть, вот. Мы его застегнули. Да. Прелесть. Из этого можно делать какую-то красивую брошку заколоть. А вообще еще можно сделать вот так. Это будет как полубантик. Очень интересный получается перекрутка, когда вы вот эту полу продеваете вот сюда. Вот. Так же с ремешком. Все видят. Да. И очень красивый вариант, необычный такой, когда вот этот угол заворачивается тоже сюда. То есть, это получается короткий такой объемный шрак, можно сказать. Показать тоже нашим телезрителям, что можно вот так делать, да? Получится коротенький. И эти углы тоже, их можно перекрещивать. Так, Ульяна, у нас Саша заскучал немножечко, остался он без такого симпатичного кардигана и платья. Вопрос. А какие вообще детали гардероба можно сочетать, превращать в одежду-трансформер? Ну, не знаю, скажем, мужская рубашка и там мужские джинсы. Можно ли их между собой снять? А можно ли штанину пропустить в руках? Сейчас, наверное, это спрашивают. Вообще, если идти именно от кроя, если продумывать детали одежды от и до, то даже, например, рюкзак вы можете превратить в рубашку. То есть, если это будет сделано кроем. Так. Что-то будет отстегиваться и так далее. Ну, допустим, вы можете насочинять рюкзак в рубашку, а я-то сам могу это сделать? В домашних условиях, самостоятельно можно изготовить какой-то такой, по крайней мере, какую-нибудь одну простую вещь? Ну, да, конечно. Она, может быть, будет объемной какой-то, то есть, нужна разная свобода для, например, для брюк, вот, и чтобы потом их переделать куда-то в юбку, может быть, или еще куда-то. То есть, ну, это как женский элемент. Скажите, а дизайнеры всегда ходят вот с бумагой и ножницами? Ну, конечно же, нет. Они здесь не случайно. А зачем? Я хотела показать, как можно сделать, например, вот такую основу, основу такого кардигана вообще самим. То есть, как выкройка, что ли? Да. Показывайте скорее. Для этого нам нужно всего две мерки. Это ширина спины, которая снимается сзади, и высота проймы. Сейчас особенно мужчины заинтересовались в этих чувствах телевизора пройма. Ну, ширина спины, понятно, а пройма-то это вообще слово, да? Пройма-то то, к чему присоединяется рукав. Ага, все понятно. Да. Смотрите, представим, что это полотно ткани. Так. Его нужно соединить пополам. От середины мы откладываем половину ширины спины, вот сюда. И здесь вырезаем пройму. Ага. Вот, если это сделать... Сейчас я покажу. Саша, ты запоминай, запоминай. А то пригодится же скоро, наверняка, у тебя столько детей, всех же нужно одеть. А ты смотри, одну... Один комбинезончик на всех с рюкзачком вместе сошьешь, и по очереди будешь их там носить. Получается вот такая простая основа. Так. Вот. И если вы наденете вот это как жилетку, то вот как раз подобно нашему кардигану, вся остальная ткань, она провиснет вперед в очень элегантную, красивую дракировку. Ульяна, скажите, вы в субботу, 3-е числа в Харитонском парке будете давать мастер-класс по изготовлению одежды «Трансформер»? Нет, я лично нет, но я очень хочу посетить другие мастер-классы. Какие? Какие там будут? Например, это «Наскальная живопись» и «Да будет свет», это название мастер-класса. «Наскальная живопись» там про то, как, например, из камня, из гальки сделать какой-то предмет интерьера, интересно очень. То есть мне, как творческому человеку, это очень интересно. Все это на ярмарке «Фест». Да, к сожалению, мы вынуждены прерывать нашу увлекательнейшую беседу. Напоминаем, что у нас в гостях была одна из участниц ярмарки «Фест» Ульяна Галимова, дизайнер марки... Кьют. Вот, но сейчас короткая реклама, не переключайтесь, потом вернемся.